привет всем это исследователь хочу рассказать что я думаю о пожаре магазине зимняя вишня кемерово посмотрел кучу роликов часов нового не узнал в общем-то по сути ничего нового я не могу сказать всего перед этим я уже говорил достаточно давно годами уже говорю что государство она вредная но сама не может как бы права защищать и помогать вам потому что это совершенно противоречащие цели его задача паразитировать это паразит поэтому как он может что-то либо защищать поэтому тут дальше что можно дальше обсуждать все его органы направлены только на это чтобы врать вам зарабатывать на вас и ну и в итоге вы конечно умираете если на вас сидит паразит так я составил план небольшой выступление своего первое кто виноват ну я уже сказал государство этот кто вот сверху такая прослойка нафиг ненужная они ничего не пенсии вам не платят вы сами себе пенсии платье каких проблем они ваших не решают только рот вам затыкают государство ну чиновники все должностные лица естественно виноваты вот но как уж их наказать прогнать сами уж соображайте второе мчс министерство чрезвычайных ситуаций я лично сталкивался ситуации элементарный в доме выход лестница одна лестница это аварийный выход там есть 390 закон о пожарный это закон о правилах пожарной безопасности их перекрывать нельзя люди перекрывают всякими лестницами коробками железками но отгораживают я обращался десятки обращения писал ним не ответили что нарушение нету но она сто процентов есть там но миллиарда процента и к чему все это я веду к тому что при явном даже нарушение они ничем вам не помогут почему почему как бы почему они это делают ведь им несложно было до предписание какое-то выписать но там несколько причин то что во первых таких домов много и все дома ваши признают непригодными к жилью тогда надо будет плату что ли уменьшать не это государство никогда не пойдет на это ну и просто не было какой-то лень лень работать вот поэтому в этом случае мчс специально тот орган который должен следить за пожарной безопасностью он и разводит диверсии в этой сфере уши я могу сказать вам сто процентов лично свой опыт а дальше ну в интернете youtube ролики выкладывали больше меньше жертв очень много тем это посвящено государство говорит что ты должен ему верить ну конечно нельзя верить государству она постоянно врет хотя бы вот статистикой рожденных рождающихся умирающих по статистике даже самого государства убыль населения увеличилась от трех четырех до восьми раз на википедии есть но сами чиновники тоже президент влезают говорят есть прибыль прирост есть но пока после этого естественно не верьте ни единой цифры цифре государства там подписками разглашения я и не видел но написали и причем сайты многие государственные поэтому наверняка она была есть вероятность большая что было что она как бы каких-то интересах я не понял в каких но подозреваю что это затыкание просто рот людям затыкать что все нормально тени и лямочку дохни тихо как-то так но чтобы я почитал документы эти законы и раньше не читал расскажу вам коротко да есть такая подписка вы можете и не подписывать если вы не подпишите она все равно считается если вас опросили но так допросы есть какой-то то она считается действительный все равно то есть того можно наказать вас наказание от штрафа 80000 до промоем от двух лет ареста или какие-то два года исправительные работы нормальное состояние но это если только вы какой-то имеете статус по делу свидетель либо потерпевший а если вы никто и вас не опрашивали то вам не могут дать эту подписку какой-то опрос свидетеля даже бумажка поэтому если кто-то к вам подходит просто бегите закрывайте глаза уши то есть вас не предупредили и все значит вас заказывать не никогда вообще когда любой какой-то кто-то от государства проходит вы же не знаете какой-то даже документ вам покажут там следователь сиди свидетель прокурор это президент откуда вы знаете кто это не тут невозможно верить просто бегите бегом прячьтесь под лавку я так считаю потому что в итоге вам только беды создает государство так про подписку поговорили количество жертв государства почему-то она даже на одну одного человека не растет 4 люди говорили 300 350 про кому верить я уже сказал кому хотите верьте но к чему количество 60 или 200 300 то что от этого случится если будет 300 жертв то как будто будут наказаны какие-то чиновники да нет они будут наказаны какие-то большие начальники вот эти вот конечно не будут наказаны даже если его снимут у него оставит и пенсию все что он перед этим заработал поэтому какой смысл до 300 но 3000 и чего дальше то нет никакого суть в чем то нет никаких вас рычагом никого наказать у вас рычаги есть платить и умирать так противоречия государства все противоречия двери фсб говорит закрывать а по безопасности они должны быть открыты и вот то есть сами соображать что фсб со своим приказами под угрозой вам в вашей жизни ставит государство постоянно вот это противоречие и решите она их не может потому что ну потому что она не выполняет все вот эти свои функции забота соблюдение прав все это фикция так так 7 бегом от государства ну я сказал просто она уже не дееспособная она хочет тебя уничтожить бегом от него беги вера государства ну тоже про это уже сказал верить просто недопустимо это такая вертикаль нигде ты неправда и справедливости найдешь но у них есть своя правда и справедливость она не единая она у них своя вот поэтому они говорят когда там бузатеры или кто-то ты поганец какой-то чё-то расперделся права какие-то но это их правда и справедливость у каждого она своя поэтому не являйтесь люди так но в 10 минут я вложусь сидел кучу целый день готовился но по сути чё долго говорить вроде все я сказал что хотел что сделать государство ваше право взять и другое государство организовать какими путями сами соображайте так и 9 еще отдельный ролик я сделаю вот посмотрите вот другая вот опасность какая первые этажи переделали в нежилой фонд там переломали капитальные стены это смертельная опасность кто-нибудь чего не говорит нет я вот сейчас вам это говорю смертельная опасность капитальные стены ломают разрешение дает администрации муниципальные районы депутаты помадают но все об этом поговорим 10 минут пока ребята всем пока